Всем привет! За окном меняется погода, а вот в нашей редакции все неизменно. Мы готовим для вас самые актуальные новости региона. Сегодня пятница, и это не только конец рабочей недели, но и новый номер недели Одинцовской. Давайте вместе его полистаем! На первой полосе номера губернатор Московской области Андрей Воробьев, который вручил Орден Мужества Герою Звенигородцу. А также губернатор лично выдал жилищный сертификат десантнику из Кубинки. Подробнее о событии на странице 3. А на второй странице газеты мы осветили экономические вопросы, которых коснулся президент России на совещании. Борьба с незаконными свалками, старт программы «Земский доктор», усложнение единого госэкзамена и увеличение выплат приемным родителям. Эти и другие главные новости Подмосковья ждут вас на странице 4 и 5. Ликвидация самовольных, аварийных, недостроенных построек и использование освободившихся после их сноса площадей, а также новый уровень взаимодействия с бизнесом. Какие еще вопросы обсудили на еженедельной планерке главы округа, узнайте на страницах 6 и 7. В Одинцово продолжается строительство двух крупных школ. Когда их откроют, читайте на странице 8. В округе прошли традиционные крещенские купания. Сколько человек в них поучаствовало, расскажем на странице 9. Преступность осваивает киберпространство. О виртуальных мошенниках прочитайте на странице 10. В возрасте 96 лет скончался почетный гражданин нашего города Александр Галактионов. Его удивительная биография вас ждет на странице 11. Приглашаем на лед всех желающих. В округе открылись сразу два новых катка. Где они находятся, читайте на странице 12. Здесь же в рубрике «От сердца к сердцу» статья про Одинцовского старшеклассника, который самостоятельно изготавливает иконы для военнослужащих. Звенегородские школьники презентовали и защитили свои предпринимательские проекты. Подробнее о номинациях, победителях и призах на странице 13. В рубрике «Про спорт» на этот раз Одинцовские фигуристы Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Ребята выиграли бронзу чемпионата России. Эксклюзивное интервью со спортсменами ждет вас на странице 14. А на странице 15 новый выпуск подкаста «Сами мы не местные». Его новая героиня, ведущая ОТВ Полина Толмачева, рассказала, чем Одинцовское телевидение лучше первого канала. Наказали, но оправдали. В рубрике «В диалоге» мы продолжаем тему фигурного катания, только на этот раз с Камилой Валиевой. О ее положительной допинг-пропе читайте на странице 16. Далее записки обывателя от нашего постоянного автора и рубрика «Закон и порядок». Огненный ручей и массовая драка в шумном зале ресторана. Об этом не только на странице 18. На странице 19 актуальные вакансии. Далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ про утро и свежий выпуск новостей в 20.00. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте нашу афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте.